МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города в студии Светлана Гражданкина. Здравствуйте! И коротко о главных темах выпуска. Пожарные добровольцы спасли из огня женщину. Очередное ДТП на мосту через реку Нангпёх. Выездная комиссия администрации города проверила, как убирают снег во дворах. Пожарные добровольцы спасли из огня жительницу города. Пожар произошел в среду вечером в одной из квартир по адресу Транспортная 3. На несколько минут раньше расчета на место прибыли добровольцы из 102-й мехколонны. Они развернули лестницу и вошли в горящую квартиру на втором этаже через окно. Ничего не подозревающая хозяйка в это время спала. Добровольцы вывели ее из опасной зоны. Благодаря им 56-летняя женщина получила только легкое отравление угарным газом. Прибывший на место пожарный расчет потушил пламя спустя 20 минут. По прибытию наблюдалось горение из окон квартиры второго этажа и задымление подъезда. От жильцов, которые находились на улице, поступала противоречивая информация о количестве находившихся в жильцах в соседней квартире и в горящей квартире. Проверенности квартиры пострадавших в соседних квартирах нет. В среду вечером на мосту через реку Нангпех в районе старого кладбища произошло ДТП. По данным сотрудников ГИБДД, водитель автомобиля Тойота не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ладой Приорой. Водитель отечественного авто не пострадал, а молодому человеку, управлявшему иномаркой, потребовалась помощь медиков. С места ДТП его доставили в больницу. Напомню, что в тот же день, только днем на этом же месте произошло еще одно ДТП с участием сразу четырех автомобилей. Вызная комиссия администрации города в очередной раз проверила качество уборки снега во дворах. Особых замечаний не было, однако в очередной раз чиновники напомнили представителям управляющих компаний о необходимости своевременно расчищать дворы от снега, вывозить его, а также принимать все необходимые меры, когда на улицах возникает гололед. Наказать нас можно за то, что мы не чистим, но дело в том, что расчет тарифов, ну как мы все понимаем, что размер платы населения сейчас соответствует размеру платы муниципального фонда той же категории, только размер платы той же категории предполагает 10 тысяч в год из-за такого двухэтажного деревянного здания. Сейчас аренда техники, которую вы привлекаете, 1300 рублей. То есть в прошлом году вы могли говорить и за 800 рублей, да? Да, да. Сейчас стоимость вырастает. Хотя цена тарифа 280 рублей. В 2008 году он как рассчитался, он уже не менялся. Всеобщая диспансеризация не для всех. Жители города обратились в нашу редакцию с жалобой. Они утверждают, что пройти обследование в больнице дело не из легких. Почему, выясняла наш корреспондент Елена Жаркова. Диспансеризация населения в России началась в мае 2013 года. Главная цель – здоровье населения. Вот только как оказалось, пройти бесплатно комплекс профилактических, диагностических и лечебно-оздоровительных мероприятий могут не все. Существует приказ Министерства здравоохранения, согласно которому в этом году начинается всеобщая диспансеризация. Она проходит один раз в три года. Каждый человек, который прошел в этом году, через три года он снова будет проходить эту диспансеризацию. Все проходят диспансеризацию, начиная с возраста 21 год. Приказ Министерства. Тот, кто с ним не ознакомился и пошел к врачу, потратил время зря. Диспансеризацию просто не пройдешь. Здесь тоже своя очередь. В 2013 осмотр подлежат граждане возраста 21 года и старше, но с разницей три года. То есть те, кому сейчас 21, 24, 27 и далее до 99 лет, пройти диспансеризацию могут только исключительно до 31 декабря. Иначе опоздает. Настанет черед других. Тех, кому в 2014 году исполнится требуемый возраст. В результате те, кто хочет пройти диспансеризацию, не может. А те, кто могут, поликлинику не спешат. В среднем, в будние дни приходит мало, так как они работают и не все могут прийти. Ну, человек 10, например, в день может прийти. А в основном по субботам, по выходным мы вызываем, так как они отдыхают тоже, чтобы могли пройти диспансеризацию. Впрочем, пройти диспансеризацию можно даже если срок не подошел. Но уже за многие анализы придется заплатить. Но это не врачебная прихоть, а опять же приказ Минздрава. Сегодня на осмотр в ЦГБ пришли студенты. Они заполняют заявление и получают направление в профилактический кабинет. Сейчас без 15,9 я пришел в процедурный кабинет, сдал Мандесу кровь, свинную мочу и теперь приду за результатами в понедельник. Первый этап диспансеризации занял у Максима всего 10 минут. Если потребуется специализированная помощь, направят к узким специалистам. Вот только ко многим из них опять же очередь. К примеру, женщины попасть к мамологу смогут не раньше февраля. Елена Жаркова, Анатолий Присич, Григорий Куропев, Новости нашего города. А я напомню, что сегодня сразу после выпуска новостей продолжение актуального интервью с главным врачом ЦГБ Игорем Жуковым и заместителем главного врача по педиатрии Ириной Обозной. Не переключайтесь. А сейчас коротко о том, что интересного для своих читателей на этой неделе подготовили корреспонденты еженедельника «Слово нефтяника». Уголовный розыск – одно из самых элитных подразделений полиции. И служба здесь, как поется в известной песне, и опасна, и трудна. Несмотря на свой 30-летний возраст, на счету Игоря Скорикова есть уже несколько раскрытых резонансных дел. Секретами своей профессии полицейский Ноябрьска делится с читателями на седьмой полосе издания. Как все запущено? По таким заголовкам опубликован материал, в котором корреспондент СН поднимает тему всеобщей диспансеризации населения. Для чего она нужна? Какие минусы и плюсы таит в себе диспансеризация? Читатели узнают это, открыв шестую полосу газеты. Компания «Газпромнефть» разработала и утвердила программу своего стратегического развития до 2025 года. Согласно ему, нефтяники планируют с 2020 по 2025 год извлечь из недр 100 миллионов тонн углеводородного сырья. Об этом и других планах компании читайте на четвертой полосе газеты. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. И коротко о спорте. После перерыва возобновились игры регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Омский авангард, переживающий сейчас не лучшие времена, встречался в гостях с московскими армейцами. Матч получился интересным и очень упорным. Более 30 минут соперники безрезультатно пытались взломать оборону. Друг друга. Первым это удалось хозяевам на 32-й минуте встречи. Ястребы под занавес второго периода отыгрались. Дмитрий Семин реализовал большинство. Развязка встречи наступила в середине третьей 20-ти минутки. За грубый фолл нападающего о мячей Сергея Широкова отправили отдыхать на 5 минут. Армейцы этим воспользовались и вышли вперед 2-1. Наставник гостей Милош Ржига сменил вратаря на 6-го полевого игрока. И третья шайба влетела в пустые ворота авангарда 1-3. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. 15 ноября в Санкт-Петербурге облачно, без существенных осадков. Ветер западный, температура 9 градусов ниже нуля. В Муравленко пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура 2 градуса мороза. В ноябрьске облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура минус 1 градус.